Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, 48-й день Есот в Малхуте, 6 недель и 6 дней. Завтра 49 и Шавуот. Основа реализации нашей в этом мире это сохранение прочной связи с Творцом в каждый из моментов жизни. Это суть сегодняшнего дня. А теперь пора подводить итоги счета и подходить к Шавуоту. Итак, Шавуот. Нам подарена Тора. Это несравнимо с передачей книги, написанной человеком, или устным рассказом, или передачей мысли другому человеку. Речь идет об уникальном событии, совершившемся 6 месяца, дня Сивана, 2448 года. Аналогов этому событию не было ни до, ни после. Творец проявил свою волю передать душам живых людей в этом мире свою мудрость. Супер мудрость. Это Тору. Для этого был создан механизм передачи этой мудрости. Это через каналы приема информации, через зрение, через душевные ощущения, через слуг. Это передано было всему народу, сотням тысячам людей, тех, кто стоял у горы Синай. И вот мы тоже с вами через день получаем Тору. Такую, какую заслужили в этом году. Мы получаем пока не раскрытую для нас книгу Нового года. Каким он будет благодаря нашим действиям, благодаря нашим заслугам. Мы получаем судьбу свою и судьбу мира на следующий год. В духовном мире. А так как духовное первично, то мы получаем главное. В этой духовной ситуации надо понять одно, что так будет строиться и физический мир. Знаете, однажды Хафицхайм беседовал с одним зажиточным евреем. И убеждал его меньше заниматься бизнесом и больше Торой. Чтобы скопить заслуги для вечного мира. Тот человек ответил. Я простой человек, рабе, не слишком просветленный. Но я знаю книгу Перкеева. Там написано, что у каждого есть доля в будущем мире. Зачем мне стараться? Моя доля есть. Хафицхайм ответил. Доля в будущем мире? Конечно, это правда. Взял пуговицу у него и говорит. Вот посмотри на эту пуговицу. Это часть одежды. Придет человек в следующий вечный мир. Весь ногой выходит человек из этого мира, как и приходит, в общем-то. И он сразу просит, когда приходит тот мир. Дайте мне быстро одежду прикрыть на году. На году. Все ходят в таких красивых, сверкающих, написанных, халатах мудрости. А ему дадут пуговицу. Что такое, скажет он человек? Вы что, смеетесь? Ему скажут, нет. Вовсе нет. Мы тебе обещали хоть маленькая доля. Вот твоя доля. Вот твоя пуговица. А на самом деле одежда будущего мира шьется из хороших дел. Шьется из торы. Шьется из заповедей. Каждая заповедь, ниточка. Каждый добрый поступок, стяжелка такой. Надо шить себе вечную одежду в этом мире. И дальше будет поздно ходить вечность голому. Надо заставлять себя немножко остановиться и подумать. Надо наметить цели себе. Без цели человек придет по миру в никуда. Надо идти к горе Бога. К развитию своей души. Ведь самое важное в жизни человека написали мудрецы. Это решение, которое он принимает. Это касается целей, которые он перед собой ставит. Без этого в нашей жизни исчезают ориентиры. Не зная, в каком направлении нужно двигаться, мы никогда не достигнем цели. Каким бы быстрым наше продвижение не было. Кстати, вот что странно. Обратите внимание. Многие из нас месяцами планируют себе какой-нибудь отпуск, например. Но ни дня не посвящают тому, чтобы составить план собственной жизни. Они просто плывут по течению. А надо идти к горе Синай. Любавичский Рэбе говорил очень важные слова. Что Тора является не только указанием, как жить и что делать на земле. Но и дорогой к Богу и к собственной душе. Надо обо всем этом подумать. Человек должен останавливаться иногда. Ружинский Рэбе говорил, вернись Израиль до Всевышнего. Почему не вернись Израиль к Всевышнему? Обращаясь к Творцу, объясняет он, возвращаясь к Творцу, нельзя останавливаться на полпути. Надо идти до конца. Идти и не бояться. Сказал наш великий мудрец. Плен начинается с веры в то, что вы малы, а мир велик. Поверив это однажды, вы способны поверить, что он вас раздавит. Начинаете бояться этого. Вы должны повиноваться, начинаете ему следовать за ним. Вы становитесь рабом мира. Жаждущим воды для души, но не способным даже вспомнить, где находится источник. Бояться мира означает отрицать единственность его создателя. И нельзя обязательно в этом пути к возвращению, нельзя долго ждать. Потому что может оказаться, что мы попробуем все куски ухода от духовности и вернемся опять к нему. Знаете, один хозяин послал свою слугу на рынок за рыбой. Тот поленился, выбрал первую попавшуюся, она тухлая. Тогда хозяин сказал ему на выбор, три наказания, какое хочешь. Съесть рыбу, получить 100 ударов палкой или заплатить 100 монет. Слуга решил съесть рыбу. Попробовал кусочек, съел второй. Ужас такой, нет, лучше я получу 100 ударов палкой. После 5 ударов понял, что не выдержит. Кричит, отдам 100 монет. Так из-за своей линии глупости он отведал тухлой рыбы и палочных ударов и денег лишился. Чтобы мы не были этим таким глупым слугой. Нам надо сегодня уже сесть, пока у нас есть, полтора дня и сказать, да, может быть я что-то делал не так. Я сейчас намечу планы, я сейчас пойду к горе. Я поставлю себе задачи на следующий год. Я исправлю свою жизнь, потому что я начинаю понимать, что духовность это основное. Хорошего праздника шабата, хорошего шабата, всего самого-самого лучшего. И пусть у всех будет удача в это непростое время. Брахава от слоха и хороших ориентиров.